Сначала Черной Пятнице называли обвал золотого рынка, сто лет спустя ужасные пробки. Теперь это всемирные дни распродаж. Трактовка на английском языке «in the black» – положительный баланс, подразумевает большую выручку для продавцов, а для кого-то эти дни ассоциируются с семьей. Когда я была помладше, мы с мамой, считай, каждую Черную Пятницу собирались вместе, она оставляла всех остальных дома, не знаю почему. И мы с ней, получается, ходили по магазинам, это было очень здорово, меня всегда радуют семейные походы, мне это очень нравится, это очень атмосферно. Сейчас за покупками «Милана» ходят без мамы и с одним пакетом из магазина не уходит. Я достаточно впечатлительный человек, и если я увижу то, что мне понравится, я это хочу обязательно взять. В погоне за дешевыми товарами люди не всегда обращают внимание на то, что все эти манящие таблички сейл зачастую могут оказаться лишь маркетинговым ходом. Менеджеры уверяют, фирма не будет рисковать и портить имидж. Честные скидки можно отследить. Уже не идут на обман продавцы и торговые сети, потому что объективно понятно, что уже люди не глупые. Но маркетологи предупреждают, что каждую покупку нужно делать осознанно. Скидки бывают искусственными, сотрудники магазина завышают цены на товары, а в период «Черной пятницы» под видом распродажи ставят изначальную стоимость. Когда говорят про то, что переклеивают ценники в магазинах, это действительно некрасиво. Но на самом деле скидки есть, зависит еще от себестоимости самого товара. Допустим, у электроники маржинальность невысокая, и если вы увидите ее по супербольшой скидке, то явно там какой-то подвох. Такого быть не может. Скидки есть, но они разные, они варьируются. Поэтому лучше заранее выбрать вещь и узнать ее цену, а в ней распродаж сверить. Многие и вовсе предпочитают не обращать внимания на акции. Вместо «Черной пятницы» они отмечают Всемирный день отказа от покупок. Напоминаю, что чрезмерное потребление – опасная общественная тенденция. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком.